По данным ООН, Украину покинули уже более двух миллионов человек. Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жорзеб Боррель предположил, что эта цифра может вырасти до пяти миллионов. Львовская область стала для людей, стремящихся покинуть страну перевалочным пунктом. А кто-то и находит во Львове временное убежище. Во Львове работает наша коллега, корреспондент Deutsche Welle Анна Филь. Сейчас она на связи со студией. Анна, что говорят львовские власти о количестве беженцев? Приветствую коллеги. Сегодня уже львовские власти как раз таки признали, что город находится буквально на пределе своих возможностей. По неофициальным оценкам, то есть так на вскидку смогли оценить, что во Львов приехали 200 тысяч человек. 200 тысяч переселенцев из разных уголков Украины нашли убежище именно здесь. Это с учетом того, что население самого Львова до войны было около меньше миллиона человек. То есть город вырос буквально еще на один город. И всем этим людям надо где-то жить, надо что-то есть. Поэтому вот мэр города заявил, что он уже просит помощи у международных организаций для того, чтобы получить какие-то дополнительные ресурсы, для того, чтобы получить банальные палатки с туалетами и полевыми кухнями, чтобы можно было принимать людей и поселять временно хотя бы тех, кто собирается ехать дальше. Потому что многие хотят ехать дальше за границу, ехать на границу, пытаться попасть куда-то в Европу и не оставаться здесь. Потому что многие считают, что здесь может быть небезопасно. Однако это пока еще неизвестно, как все будет дальше. Однако много кто пытается все-таки попасть в Европу, опасаясь за жизнь свою и за жизнь своих детей. Анна, ну а насколько спокойная обстановка сейчас в городе и в области? Всего ли хватает? Пока что всего хватает. То есть магазины работают. Сегодня начали даже открываться некоторые магазины с техникой, с товарами. Не первой необходимости. Пока что все есть. Потому что, в первую очередь, потому что Львов не отрезан инфраструктурно от той же Европы. Сюда спокойно доезжают грузы из Европы. Конечно же, из-за того, что небо над Украиной закрыто, многие поставки прерваны. Однако это критически и катастрофически на ситуацию никак не влияет. То есть здесь, по крайней мере, более-менее безопасно. Здесь не стреляют. Вот единственная новость, которая немного встревожила тех, кто ее видел, это то, что посол Британии Мелинда Симмонс, которая здесь была во Львове вот в последние эти недели, почти месяц последний, она выехала уже отсюда. Посольство британское не сообщило, почему именно сейчас. Однако Мелинда Симмонс покинула страну. Возможно, также из-за опасений по поводу безопасности. Однако еще много европейских дипломатов продолжают свою работу здесь. Поэтому будем надеяться, что Львов не станет очередной мишенью для спецоперации России. Анна, ну вот во Львове спокойно, но в других регионах не спокойно. Они нуждаются в помощи. Ты сказала, что Львов не отрезан от Европы. Насколько много помощи вообще сейчас проходит через Львов? Потому что авиасообщений с Украины сейчас нет. Да, Львов остается таким гуманитарным коридором. Прежде всего, с польской границей. Сюда тысячи фур приезжают каждый день. Вот по данным нашего правительства, по данным Министерства социальной политики, за последнюю неделю вообще в Украину завезли 18 тысяч тонн гуманитарной помощи. Это еда, продукты, консервы, это медикаменты, это также одежда и то, что может понадобиться бойцам территориальной обороны. Ну, то есть это какие-то не военные вещи, а в основном продукты все-таки и одежда. Это 18 тысяч тонн разнообразных грузов. Однако, по оценкам ООН, нужно будет еще больше. Нужно будет каким-то образом обеспечить не только тех 4 миллиона украинцев, которые могут выехать за пределы страны в ближайшее время, как это прогнозируют в ООН, а еще и 12 миллионов человек, вот также по оценкам ООН, будут нуждаться в гуманитарной помощи внутри Украины, то есть прямо здесь. И доставить всю эту помощь можно только с западных границ. Больше всего заезжает, конечно, через Польшу. Больше всего польская граница обеспечивает вот этой вот помощью. Здесь во Львове можно увидеть много бусов, машин с польскими номерами, с польскими обозначениями, мол, гуманитарная помощь из Польши, там тоже достаточно развито волонтерское движение, поляки всегда поддерживали украинцев и продолжают это делать сейчас. То есть вот это вот основной такой коридор, откуда приходит гуманитарная помощь. Несмотря на продвижение российских войск, Владимир Зеленский заявил, что не собирается покидать Киев. Он записал новое видеообращение не на стандартном фоне, а из своего кабинета на банковый, показав вид из окна офиса. Какова обстановка в городе сейчас? Сейчас в украинской столице работает корреспондент Deutsche Welle Ник Конноль, а сейчас он на связи со студией. Ник, что ты видишь, как можно описать ситуацию в Киеве сейчас? До сих пор город очень пустынный, тревожный, в ожидании чего-то, возможно, худшего. Да, мы видели, что Владимир Зеленский до сих пор находится в Киеве, а сегодня все более тревожные сообщения о приближении российской техники на левом берегу Днепра, то есть восточнее центра Киева. Мы сегодня ездили по окраинам Киева, слышали артиллерию. Это было приблизительно из района Ирпеня, это вот дальний пригород Киева, где вот последние дни идут самые жесткие бои, откуда пытались эвакуироваться сотни тысяч гражданских, среди которых были и жертвы, которые вот умирали, были убиты во время попыток покинуть эти места в сторону Киева. В плане снабжения населения всем необходимым до сих пор свет есть, связь работает, все по маркетах еда завозится, пути открытые остаются на юге, на юго-западе, то есть город пока не взят в кольцо, но, естественно, были сегодня большие тревожные ощущения у многих после того, как украинский генштаб сообщил о том, что российские войска сейчас перегруппируются и пытаются вот самые опытные, самые боеспособные части бросить на Киев на попытку захватить украинскую социалисту. Ник, я знаю, что сегодня ты общался с теми, кто записался в ряды территориальной обороны. Кто туда записывается, что это за люди, что они делают? Это действительно очень такой срез общества от людей, которые раньше занимались молодежными группами, вводили детей в поход в Карпаты, до айтишников, до преподавателей школьных, до людей, работающих в обычном бизнесе. То есть это все общество, можно так сказать, и женщин там тоже немало. И, естественно, при том, что среди них есть те, которые воевали на Донбассе на протяжении последних 8 лет в качестве волонтеров или добровольных, добробатов, там многие, большинство людей, общий посыл, это то, что они сами не могли бы поверить никогда в то, что война придет именно на улице Киева. То есть война была на Донбассе, но это было далеко, это ночь в поезде, это словно другой мир. А то, что в центре Киева в 2022 году такое может быть, конечно, для всех остается до сих пор шоком. И они вот сейчас, на второй неделе войны, привыкают к этой мысли. Мы видели, как уже готовятся к обороне, вот мосты много где уже разрушены украинской стороны, чтобы усложнять наступление для российских войск. Уже пытались, ну, работали с дамбами, пытались вот реки, все какие-то географические вот такие припрятствия максимально увеличить, именно вот уровень воды, чтобы усложнить эту задачу. Но это действительно, есть какое-то ощущение, что это не 21 век, а все-таки такая война общая, ну, общая, как ее называют, отечественная. Вот Зеленский, она вот затрагивает всех, и от тех, кто вот добровольно плетет маскировочные сетки для военных, до тех, кто носит еду этим добровольцам, этим теребородовцам. То есть это такой очень широкий охват. Вот, ну, людей осталось немало в Киеве, не все выехали. И очень заметно, как люди пытаются участвовать, хоть на блокпостах, хоть информации. То есть созданы сейчас украинским государством чат-боты, в которых граждане могут сообщить о приближении российских войск, техники. И украинская сторона, по крайней мере, утверждает, что это приводит к успешной обороне и к возможности отражения этих атак. Город в полной такой ожидании чего-то. Все видели кадры из Харькова, где война уже гораздо сильнее затрагивала обычных людей и разрушение в жилых кварталах гораздо больше, чем в Киеве. И вот такое тревожное ожидание. Ник Киев, древний город, деятели культуры призывают не допустить уничтожения исторических памятников. Что-то в это сложное время делается для их защиты? Ну, есть сообщения о том, что драгоценности, прочие художественные ценности, вой вой за цель, хотя бы переносятся в безопасные места. Мы видели еще кадры из Львова, где из армянского храма там драгоценности и иконы выносились впервые со времен Второй мировой войны. Это есть, но по сути невозможно до конца защитить эти памятники. Есть кадры тоже с Киево-Печерской лавры, где пытаются там окна как-то делать более прочными, мешки с песком. Но это все такие подручные средства, скажем так, 40-х и 50-х годов. То есть большой техники здесь нет, но понятно, что Киев, ввиду своей исторической ценности и древности многих этих памятников, конечно, пытается к этому готовиться. Но ввиду обстрелов и атак с воздуха, это представляется очень-очень тяжело.